Дорогие друзья, всех приветствую! Мы с вами продолжаем работать с формой N-400 Application for Naturalization Заявление на гражданство И сегодня у нас будет очень важное занятие Мы с вами рассмотрим 12-ю часть 12-я часть очень сложная и важная часть в интервью на гражданство Мы с вами рассмотрим 12-ю часть с 1-го по 25-й вопрос включительно Дорогие друзья, конечно же, я приглашаю вас к нам в нашу школу на консультацию Во время этой консультации мы обсудим вашу иммиграционную ситуацию Мы проверим вашу форму N-400 Выявим ваши слабые места Проведем пробное интервью И составим ваш личный план подготовки к интервью на гражданство Приходите на консультацию Итак, дорогие друзья, мы начинаем с вами работать Первый вопрос Вы когда-либо заявляли безосновательно, что вы являетесь гражданином Соединенных Штатов Америки Конечно же, заявлять о себе как гражданин Соединенных Штатов Америки может только человек, у которого есть американский паспорт Поэтому, естественно, здесь нужно говорить правду И если вы никогда не говорили, что вы законный постоянный гражданин страны То вы должны сказать, что вы никогда этого не делали Вы когда-то регистрировались для того, чтобы голосовать в федеральных, штатовских или местных выборах в Соединенных Штатах Америки Естественно, ребята, голосуют только граждане Соединенных Штатов Америки Регистрируются только граждане Соединенных Штатов Америки И если вы этого не делали, вы должны сказать No, never Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Вы когда-то голосовали у вас, спрашивают в третьем вопросе Еще раз, ребята, первый, второй, третий вопрос связан с гражданством непосредственно Голосовать могут в Соединенных Штатах Америки только граждане Поэтому, если вы этого не делали, вы, конечно же, должны сказать No, never Have you ever have or did you ever have a hereditary title or order of nobility in any foreign country? Вы когда-то имеете вы сейчас или имели ли вы когда-то титул, дворянский титул или орден в любой зарубежной стране? Если, ребята, не было у вас такого, то вы должны сказать No, never У меня не было никогда никаких дворянских титулов В be Это только у тех, у кого есть какие-то титулы Вы должны объяснять, какие у вас есть титулы Ребята, движемся дальше Пятый вопрос Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Были ли вы заявлены недееспособным legally declared incompetent? Или been confined или были закрыты в психушку в институт для душевнобольных? Если этого не было, конечно же, no Девятый, шестой вопрос, ребята Он очень связан с налогами, но звучит он немножко по-другому Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Задолжали ли вы любые просроченные федеральные, штатовские или местные налоги? Ребята, помимо этого вопроса, офицер, конечно же, будет у вас спрашивать Do you pay, да? Do you pay taxes? И вы должны уметь отличить pay taxes Вы платите owe taxes, вы задолжали taxes, да? Have you ever not filed a federal, state or local tax return? Вы когда-то не файлили федеральный, штатовский или местный налог Since с того момента, когда you became Вы стали a lawful permanent resident Да вы уже стали законным постоянным резидентом Если вы это делали, вы пишите yes Если вы не делали, вы пишите no Ну и, соответственно, точно так же отвечаете Восьмой вопрос Have you ever called yourself? Называли ли вы когда-то себя A non-US resident Не резидентом в Соединенных Штатах Америки Ну посмотрите где On federal, state or local tax return На налоговых документах Соединенных Штатов Америки Since you became a lawful permanent resident С тех пор, как вы уже были резидентом Называли ли вы себя non-US resident, да? Ребята, девятый вопрос, он очень важный Внимание, ребята, внимание, пожалуйста Have you ever been a member of Были ли вы когда-то членом Involved in Вовлеченным во что-либо In any way associated with По любому поводу ассоциировались ли вы с Any organization С любой, ребята, организацией Ассоциацией Фондом Foundation Партией Клаб Клубом Society Обществом Or similar group Или любой подобной группе In the United States Or in any location in the world Или в любой локации в мире Если вы были где-то когда-то каким-то членом Состояли в каких-то сообществах Естественно, ребята, вы должны рассказать об этом, да? И, конечно же, нужно поставить yes Если вас нигде не было, вы пишите no Если, ребята, вы были, вы пишите сюда yes И вот в этой графе Давайте посмотрим вместе на эту графу Name of the group Название группы Purpose of the group Цель группы Когда вы вступили From В это членство И когда вы вышли из этой группы Ребята, десятый вопрос Внимание Один из самых часто задаваемых вопросов на интервью Have you ever been a member of Or in any way associated with The communist party? Были ли вы членом Или ассоциировались ли вы с коммунистической партией? Any other totalitarian party? С любой другой тоталитарной партией? Or a terrorist organization? Или террористической организации? Ребята, вы, конечно же, должны четко знать Были ли вы в какой-то из этих организаций? И уметь четко объяснить офицеру Если вы были, то почему? Если вы не были, конечно же, вы говорите No, never Have you ever advocated? Выступали ли вы за? Either directly or indirectly? Или напрямую Или косвенно The overthrow of any government За свержение любого правительства By force of violence С силой или насилием Если, ребята, вы выступали в таких демонстрациях Или акциях Вы пишите yes Если у вас этого не было Вы пишите no И, соответственно, точно так же отвечаете офицеру Молодцы, ребята Идем дальше 12. Have you ever persecuted? Вы когда-либо преследовали? Опять смотрите Either directly or indirectly Напрямую Или как-то косвенно Any person Любого человека Because of race Religion Из-за расы, религии National origin Национального происхождения Membership Членство In any particular social group В любой определенной социальной группе Or political opinion Или из-за политического мнения Преследовали ли вы кого-то Тринадцатый вопрос Ребята, тринадцатый вопрос Посвящен Наций Наций Говермент Of Germany Between March 23 1933 And May 8 1945 Did you work Or associated In any way Or directly with Наций Говермент Of Germany Нацистское правительство Германии Any government In any area Occupied by Allied with Or established With the help Of Nazi Government Of Germany Или любое правительство В любой локации Которое Каким-либо подобным образом Связано С фашистской Германией С правительством Фашистской Германии Any German Nazi Or SS Military Unit В любой Германской Фашистской Или SS Военных Подразделениях Военизированных Подразделениях Отряде Дружинников Который Принадлежал Нациям Любой Vigilant Unit В любом Vigilant Unity В любой Гражданской Группе Были ли вы Полицейским При них Police Unit Были ли вы В Government Agency Как офицер Участвовали ли вы В Лагере Который Который Занимается Уничтожением Терминационный Концентрационный Лагерь Были ли вы В тюрьме У них Были ли вы В трудовом Лагере Или были ли вы В транзитном Кемпе Или Соотноситесь ли вы Как-то Участвовали ли вы Как-то В этих всех Организациях Были ли вы Членом Этой организации Естественно Если вы не были Вы говорите No Never И объясняете Все Ребята Очень важный Четырнадцатый Вопрос Were you Ever Involved In Были ли вы Когда-то Вовлечены In Any Way В любом В любом Виде Of the Following В следующем Ребята В чем В следующем Genocide Геноцид Точа Пытки Убийство Или Попытка Убить Кого-то Приносить Сильный Ущерб Человеческому Телу Или Стараться Принести Ущерб Человеку Специально Силой Или Насилием Подвергать Кого-то Иметь Какой-то Сексуальный Контакт Или Отношения Сексуальные С вами Но Это Изнасилование Ребята Not Letting Someone Practice His Or Her Religion Не давать Кому-то Практиковать Его Или Ее Религию Were You Ever In Вол Были Ли Вовлечены В Это Или In Any Way Каким-то Путем Вот В Эти Все Виды Деятельности Пятнадцатый Вопрос Were You A Member Были ли вы когда-то членом Or Did you ever serve Или служили ли вы когда-то Help Помогали Или Otherwise Participate Или как-то по-другому Участвовали In Any Way Or The Falling Groups Любым путем Следующих группах Military Unit Военные Подразделения Paramilitary Unit Военизированное Подразделение Police Unit Полицейские Self Defense Unit Дружинники Самооборона Vigilant Unit Vigilant Unit Это группа Людей Которые Как полиция Rebel Белл групп Рибеллы Повстанцы Горилла групп Это группа Которая Use Weapon Использует Оружие Against Government Against Police Against Military Militia Ну это Официальная Часть Военной Структуры Insurgent Organization Это тоже Повстанческая Группа Которая Выступает Против Правительства И Uses Weapons И Использует Оружие И сражается Против Действующего Правительства Конечно же Если вас Не было В этих Организациях Вы в них Не участвовали Вы говорите No Never И конечно же Ставите Нет Ответ Ребята Следующий Вопрос Шестнадцатый Were you ever Были ли вы когда-то Worker Работник Волонтье Волонтер Soldier Солдат О Did you otherwise Ever serve Или как-то по-другому Служили ли вы В следующих Подразделениях Prison Or jail Это все тюрьма Prison Camp Тюремный Лагерь Detention Facility Следственный Изолятор Место Ребята Где people Forced To stay Где людей Заставляют Остаться Labor Camp Трудовой Лагерь Or Any Other Place Или любое Другое Место Где People Were Forced To stay Где людей Заставляют Остаться Это Шестнадцатый Вопрос Конечно же Если вас не было Вы говорите No Never Семнадцатый Вопрос Were you Were you Were you Part Of Any Group Были вы Когда-то Частью Группы Or Did you Ever Help Или вы Когда-то Помогали Любой Группе Любому Юниту Любой Организации Которая Used Weapon Against Person Которая Использует Оружие Против Человека Or Fretened To do So Или Fretened Угрожает Сделать Это Ребята Страшная Организация Если вы Были Они говорят If you Answered Yes Тогда они Просят Естественно Полностью Ответить На весь Этот Вопрос Были Ли Вы И Кому Вы Угрожали Если Вы Помогали Это Би Пункт Там Тоже Нужно Отвечать На Вопрос 18 Вопрос Did You Ever Ребята Вы Когда Либо Sell Give Or Provide Вы Когда То Продавали Давали Или Обеспечивали Оружием Any Person Любого Человека Or Help Another Person Или Помогали Другому Человеку Sell Give Or Provide Weapons Продавать Давать Или Обеспечивать Оружием За Следующие 30 Секунд Я Расскажу Как Наша Школа Помогает Держателям Гринкарты Получить Гражданство США Готовьтесь К интервью На гражданство Самостоятельно С помощью Карточек И курса Подготовки К интервью На гражданство Готовьтесь К интервью С преподавателем В группе Или Индивидуально Если вам Нужно Только Проконсультироваться И получить Ответы На ваши Вопросы По документам И том Как Объяснять И отвечать По вашей Миграционной Ситуации На интервью Звоните нам На 561-576-8637 Или проходите На наш сайт www.usacitizeninterview.com Конечно же Это торговля оружием Если вы этого Не делали Вы должны Сказать No Never Mr. Officer Девятнадцатый Ребята Вопрос Did you Ever Received Any Type Of Military Вы Когда-то Получили Любой Тип Военной Или Военизированный Подготовки Смотрите Это Group Of People Who Act Like Military Парамилитари Это Военизированные Так вот Вопросы Спрашивают Вы когда-то Получали Военную Или Военизированную Подготовку Или Огневую Подготовку Weapons Training Если Конечно Вы были В армии То Конечно Вы получали Если Вас Там Не было Конечно же И вы Не получали Оружие Не учились Стрелять То Конечно же Вы Пишите Нет Двадцатый Ребята Вопрос Use Any Person Under 15 Years Of Age Использовали Ли Вы Когда-то Человека До 15 To Do Anything Делать Что Угодно And That Helped Чтобы Помогало Это Или Supported People Или Поддерживало Людей В Combat В Бою Это Двадцать Первый Вопрос Конечно Если Вы Этого Не Делали Вы Пишите Но Ребята Дальше Смотрите Пожалуйста Внимательно If Any Of Item Numbers 22 To 28 Если Какой-то Из Этих Пунктов 22 28 Apply To You Относится К вам You Must Answer Yes Вы Должны Ответить Да Even Даже If Your Records Have Been Sealed Если Ваши Записи Были Опечатаны Expand Закрыты Или Как-то По-другому Cleared Стерты You Must Disclose Вы Ребята Внимательно Must Disclose Должны Раскрыть Информацию Даже Если Someone Кто-то Including Включая Судью Law Enforcement Офиса Полицейского Или Любого Офицера О Атони Или Адвоката Told You Сказал Вам That It No Longer Constitutes Record Что Это Больше Не Составляет Вашу Запись О Told You Или Сказал Вам That You Don't Have To Disclose Что Вам Не Стоит Это Раскрывать Информацию Так Вот В этом Пункте Говорится Что Несмотря Ни На Какие Слова You Must Disclose Information Вы Должны Раскрывать Эту Информацию В Анкете Н400 И Конечно Во Время Интервью На Гражданство Когда Вы Идете На Клятву Вы Говорите I Will Tell The Truth The Truth The Only Truth Я Скажу Правду Правду И Только Правду И Это Значит Что Вы Раскрываете Всю Информацию И Так Ребята Двадцать Второй Вопрос Have You Ever Committed Assisted In Committing Or Attempted To Commit Вы Когда То Совершали Помогали В Совершении Или Старались Совершить Преступление Crime Or Offense For Which You Were Not Arrested За Которое Вас Почему То Не Арестовали Двадцать Третий Вопрос Have You Ever Been Arrested Cited Or Detained Были Вы Когда То Арестованы Cited Оштрафованы Это имеется ввиду Traffic Ticket Или Просто Оштрафованы Вызваны В суд Or Detained Или Задержаны By Any Law Enforcement Officer Любым Офицером Включая Immigration Official Иммиграционного Представителя Or Any Official Или Любого Представителя US Armed Forces Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки For Any Reason То есть Если Что-то Было Arrested Cited Любым Человекам Представителям Соединенных Правительства Или Полицейского Или Других Военизированных Структур Соединенных Штатов Америки Вы Обязаны Это Сказать 24 Ребята Вопрос Ребята Или Тяжелого Тяжелого Преступления Это 24 Вопрос Если Вы Не делали Этого Конечно Вы Должны Сказ No Never 25 Вопрос Это Последний Вопрос В нашем Сегодняшнем Занятии Обвинялись Объяснить Почему Всего Вам Самого Доброго До Сидания Занятия